Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте! В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Курарьем. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас два гостя. Второй выпуск программы «Два капитана». И сегодня у нас полу-капитана живьем. Гарри Юрий Табах, капитан первого ранга в Соединенных Штатах Америки, прилетел в Израиль. Юрий, здравствуйте! Рада вас приветствовать в нашей стране, в нашей воюющей стране. И с нами капитан израильской армии Григорий Хамар, историк, военный историк, писатель, журналист. Господа, здравствуйте. Здравствуйте, капитан. Добрый вечер. Желаем здравия. Итак, мы сегодня поговорим о ситуации, о войне от двух воинов. Мы поговорим о войне в Израиле и поговорим о войне в Украине. Но своя рубашка ближе к телу, поэтому начнем мы все-таки с войны в Израиле. Премьер-министр Израиля, Эмин Атаньяу, заявил, что мы будем бороться до конца. Никто нас не остановит. Мы будем воевать, пока не добьемся наших целей. Ну, а цели были объявлены. Цели – это ликвидация Хамаса, ликвидация угрозы Израилю и освобождение заложников. Насколько, на ваш взгляд, эти цели достижимы, в принципе? То есть как скоро нас хватят за руки и потребуют остановить операцию, то, что сейчас раздается со всех сторон? Ну, наверное, первый вопрос к гостю. Как вам это кажется? Опять же, это зависит, что такое окончание войны и достижение цели – уничтожение Хамаса. Думаю, что это возможно. Уничтожение Хамаса на территории Газы. Там вы убьете этих бородачей, этих неграмотных, немытых расходников, можно сказать. Они ничего не стоят. Дальше, если это цель, там уже будет сложно. Она уже будет не совсем зависеть от Израиля, а будет зависеть от солдат Израиля, которые сейчас в Газе, а от политической воли. Доставать тех, кто это спланировал, кто создал эту войну. Они не находятся на территории Гази, они находятся в Катаре, в Риале, они находятся в Москве. Может быть, даже и в Вашингтоне. А вот третья цель – это уничтожить, опять же, кого считаете, Хамас. Те, которые финансируют Хамас, они… Ну, я думаю, что никто платит за ужин, тот девушку и танцует, мы знаем. А деньги приходят откуда? Деньги приходят с Европы, деньги приходят с ООН, деньги приходят из Соединенных Штатов Америки. И вот вы часто говорите, ну как же, как же, сейчас мне многие пишут, Байден столько нам делает, он помогает, прислал две авианосные группы. И он также посылает и 10 миллиардов долларов Ирану, которые финансирует Хамас. Вот у меня был такой аргумент, что это коллаборант. Я считаю, что это коллаборант, как я считаю, что президент Рузвельт был коллаборантом с Гитлером. Да, потом он с ним воевал. Но первоначально, отправив евреев обратно в Германию на Либерти корабле, не дав им высадиться, чтобы когда Батиста их был готов принять на Кубе, Гитлер понял, что эти люди никому не нужны, их можно убивать спокойно, свободно, и никто за них… И я считаю, что это коллаборант. То же самое здесь, если ты финансируешь Иран, если ты 40 лет мне передавали эти деньги, вдруг 6 миллиардов, теперь еще 10 миллиардов, ну это коллаборант. Мне говорят, ну как же, ну он же авианосные группы прислал. А кто вам сказал, что он прислал эти авианосные группы, чтобы защищать вас от Ирана? А где это написано? Есть такой приказ, вам капитан поделился с вами этим приказом, что у него в приказе написано «защищать Израиль от Ирана». Я не видел этого приказа, я думаю, что вы тоже не видели. А вам, вот вы говорите «кажется», такое слово я люблю, «кажется». А вам не кажется, что он, может быть, прислал эти авианосные группы, чтобы защищать Хамас от вас? Ну так можно договориться, конечно. Ну для чего угодно, правильно, поэтому мы сидим и гадаем. Вот я считаю, что да, я считаю, что это коллаборанты, что это те, которые помогают Ирану, те, которые помогают, это они финансируют Хамас, они финансируют другие террористические группы. И это не только мусульмане, это не только какие-то уроды. Это и Евросоюз, это и ООН, которые это делали. И вот четыре года, которые идти, которые, когда их отрезали от финансов, назвать президента фамилию, это можно у вас на канале называть? Я могу. Трамп, когда он отрезал это от ООН и перестал финансировать ЮНУСЕФ, перестал финансировать, сказал и палестинскую автономию, перестал финансировать, отрезал у них деньги, было довольно-таки тихо. В день, когда пришел эта администрация, то есть администрация Обамы, 21 января, 21 года, все пошло, деньги вернулись. И в ООН, и в палестинскую автономию, и на вас полетели ракеты в этот же день. Поэтому мне очень сложно судить, когда говорят, да, вот они плохие, а вот эти вот хорошие. Нет, подождите, и те плохие, и эти плохие. Но с этими плохими вы разделаетесь. За счет жизни своих солдат, конечно. А с этими как вы будете разделываться? Вот когда Анатаньяху объяснит, ну вот похоже, что Путину он уже послал. Ну, так, походу, выходит на это, думаю, обговорим потом. Но, походу, это он сделал. Если прочитать пресс-релиз израильского МИДа, то это было очень довольно-таки резким ответом. Но когда мы еще поговорим, Григорий, дадут Израилу закончить эту войну, так, как планирует именно это дело. Давайте разберем более предметно оперативно-фактические вопросы. И здесь очень много зависит от нашей армии. Во-первых, наши командиры должны очень четко разграничить две фазы операций. Операцию общевойсковую, которая идет сейчас, которая идет с применением всех родовых войск, ну, про почти всех родовых войсков, кроме стратегических, авиация, артиллерии, военно-москового флота, бронетанковых соединений и так далее. Наступит момент, когда можно будет с точки зрения тактической сменить фазу на антитеррористическую. И вот это должно быть очень четко обозначено нашим правительством и транслироваться должно и в мир, и в нашим американским друзьям, для того, чтобы было понятно, что вот общевойсковая фаза закончена с такими-то достижениями. И основной индикацией с точки зрения граждан Израиля должно быть в результате окончания общевойсковой фазы прекращение возможности Хамасом наносить ракетные удары под нашим мирным городом. Вот это должно быть индикация, потому что гражданин, не военный человек, он не может оценить успехи армии на земле, но вот отсутствие воздушных тревог, это будет таким вот знаком, что да, армия сделала свой рот. В принципе, можно, мне кажется, за несколько недель достичь этого результата. Учитывая темп продвижения на шаре, который очень высокий, результаты, которые очень ощутимы и существенны. Есть одна проблема существенная, которая, видимо, осталась за скобками, когда наши политики и военники самого ранга утверждали о том, что мы хотим разгромить Хамаса, уничтожить его. Дело в том, что для того, чтобы действительно на военном уровне уничтожить Хамаса, угромить его и нейтрализовать, нам необходимо также уничтожить туннели, которые связывают Хамаса с Египтом. Уничтожение этих туннелей может происходить только с учетом интеграции египетской армии, египетского правительства в этот процесс, потому что частично эти туннели находятся на территории Египта. И это очень больной политический вопрос. Его не приняли во внимание с самого начала, он остался несколько за скобками. Сейчас его актуальность становится понятна, и сложность, болезненность этого вопроса тоже становится понятна. Египет находится в очень непростой ситуации, хотя высшее военное руководство Египта и высшее военно-политическое руководство Египта, оно, в принципе, мы можем до известной степени сказать, что они находятся во взаимодействии с нами. Ну, в соль, до известной степени, как я уже сказал. Теперь, есть еще один момент, который в этой связи нужно отметить. Поскольку мне известно, разговоры о том, что американцы дажат нам руки, американцы будут действовать, пока что никаких подтверждений этой тези, которая звучала и продолжает звучать в некоторых наших СМИ, мы не слышим. Мы слышим наоборот, что у нас есть свобода действий. Нас ограничивают в каких-то вопросах, связанных с коммунитарной помощью, что мы должны предоставлять эту возможность. Нас ограничены в каких-то вопросах, связанных с временными рамками, но в целом нам не вяжут руки. Важно, чтобы мы сами себе не начали вязать руки. Вот этот вопрос, то есть, насколько наше общество внутри останется, вот эта вот монолитность нашего общества, нашего гражданского общества, с точки зрения поддержки нашей армии, это очень важный вопрос, потому что когда в свое время Аропат сидел в Лейруте, то он говорил, что главная его надежда на антивоенной демонстрации в Толевиве, на то, что это то, что может его спасти от неминуемой... Ну, Хамас тоже на это надеется. Вот, это очень важный момент. И здесь, понимаете, тоже вот я, допустим, являюсь давними последовательным противником нахождения Анатолия в власти, да. Но, тем не менее, это наш премьер-министр, он законно выбранный премьер-министр, нравится мне это или нет. И пока он так и не является, мы должны оказывать нашему правительству поддержку, потому что так принято в демократических странах во время войны. Во время войны. Другое дело, что понятно, что когда война закончится, наше правительство и демократические премьер-министры должны будут сделать политические выводы, и мы... Ну, это уже будет как бы на следующий день после войны. Что сейчас уже все пишут, как это американцы, что он несет чушь, что две авианосные группы, чтобы контролировать Израиль. Или чтобы защитить Хамас или защитить арабов от Израиля. Почему я это сказал? Потому что, я не знаю, для этого послание, для этого мне со мной капитаны этих авианосных групп не делятся приказами, которые у них в секретном сейфе лежат, а потому что такой прецедент был. По-моему, насколько я помню, это было во время шестидневной войны, когда американский корабль стоял, и израильтяне ему несколько раз сообщили уходите. Они говорили, уходите. Они говорят, мы не знаем, мы такое рыболовное судно здесь, мы ничего не делаем. Израильтяне говорят, мы идут переговоры, это не просто так, идут переговоры. Сейчас мы через вот этого Парварда узнаем, что шли переговоры тогда, что они говорят, мы подозреваем, что вы собираете информацию про наши боевые действия, а советские это перехватывают и дают арабам. Уберите этот корабль с того места. И американцы его не убрали, и израильтянам пришлось ударить по нему. То есть лучшие союзники, которые пришлось израильтянам ударить по нашему кораблю, по-моему, больше 20 матросов погибло или пострадало. Тогда я сейчас точные цифры не помню. Ну и потом израильтяне сказали, извините, мы ошиблись, был похож на какой-то там египетский корабль, и поэтому мы по нему удали. И прекрасно знали, почему били. Поэтому во время войны такие вещи случаются. Мы думаем, что это одно, а это другое. Фог войны постоянно происходит. И вот я хочу перейти к заложникам. То есть, как я уже сказал, многие считают, что вот эти цели, они как бы одна уничтожают другую. То есть, с одной стороны, достижение цели уничтожения Хамаса, с другой стороны, освобождение заложников. Я как раз хотел вам перегибнуть этот вопрос, как одна из ваших, так сказать, должностей, на которой вы служили, это командующий антитеррористическим центром НАТО в Турции. То есть, вы занимались, собственно, антитеррористической деятельностью всю жизнь. Можете ли вы припускать сопоставимые по количеству захвата заложников и операции, которые проводили, может быть, военнослужащие НАТО после удовольствия ее заложников? Нет. Больше сотни заложников, как сказать? Нет, нет. Никогда этого не помню. Я даже не помню, чтобы у нас было столько военноплен с нашей стороны. То есть, чтобы у нас военных столько взяли в плен. Я не помню. Наверное, во Вьетнаме это было, но я тогда еще был маленький, я был пионер. И нет, этого не помню. Это очень сложная ситуация. Я могу только сказать, я и участвовал при освобождении заложников, но я могу сказать только то, что опять же заложники были военные, но в моем опыте. В Израиле тоже это первый раз. Но сейчас заложники гражданские. И военные. Да, военных там, по-моему, гражданских больше, там дети, там женщины. В любой ситуации с заложниками хорошего выхода нет. Все выходы, которые были, они будут плохие. Единственное, что я считаю, как вот я вижу, что ваше правительство и ваша армия приняла позицию, что воевать будем, как будто нет заложников, а заложников будем освобождать, как будто нет войны. И вот у меня впечатление, что это очень разумный подход. Я не говорю, что он хороший. Хорошего нету подхода. Любой подход, который вы мне скажете, что нужно делать, я вам скажу, почему он плохой. И не скажу, почему он хороший. Но в этой ситуации, как я вижу, и из моего опыта, это, наверное, самый разумный подход. Уже много заложников погибло. И уже много детей погибло. Поэтому это уже плохой исход. Все теперь, что происходит, это все плохо. Все плохо. Ничего хорошего из этого не выходит. Теперь нужно действовать, как нужно действовать из часа в час. Вот на эту минуту мы делаем это. На следующей минуте все может поменяться и идти по-другому. Как мы знаем, они выпустили или сбежали, или что-то произошло с тремя заложниками, где произошел конфуз, где произошло непонятие. И они погибли. И я могу сидеть здесь и вам рассказывать до прихода Масая, сколько вариантов, почему это получилось. Сколько вариантов, почему это не сработало. Сколько вариантов, где это самый, наверное, такой простой способ, когда солдату стреляют ногу, он падает или в плечо, и товарищ его выползает, чтобы помочь, там вот тоже стреляет. И так они выползают спасти своих товарищей, они их не убивают. Специально, чтобы ранить, чтобы заманить других. Разные есть схемы замана. Вместе с заложниками, вместе с военнопленными, вместе когда выпускают, потом заманивают других или других, определяют, откуда они сидят. Очень-очень много разных вещей. А командиру, сержанту, лейтенанту на месте надо принять моментальное решение. Иногда эти решения неправильны. Ну, кстати, если продолжить тему вот этой трагической гибели заложников, как вы видите эту ситуацию? Сейчас появились, сейчас идет расследование, и появились все новые и новые факты, как это происходило. Давайте напомним вообще, что произошло. И потом, значит, первые результаты расследований. Ну, давайте пройдемся действительно по шагам, по фактам. Несколько дней назад в результате будет столкновение между двух боевых террористов, которые укрылись в неком здании и подразделениями израильской пехоты. Несколько террористов были уничтожены, которые в этом здании вели огонь по нашим вооружениям следующим. В процессе этого боя была обоснована боевая собака внутрь этого здания для того, чтобы вести там разведку с камерой. Она была уничтожена террористами. Наше подразделение уничтожено террористов. Отошло, не сочтя возможности для себя войти в это здание, потому что считалось, что оно заминировано. Это была пехота без поддержки военной инженерии. Соответственно, они имели квалификации и средств для того, чтобы провести разминирование и разведку. Соответственно, они отошли, не понеся потерь, не уничтожить террористов, они отошли. Теперь, как выяснилось впоследствии, в этом здании, помимо вот этих террористов, которые были уничтожены огнем нашей пехоты, находилось трое заложников. Один араб-израильский гражданин и трое евреев, один из которых был в прошлом боец спецподразделения Европы, они смогли освободиться от путь, который их фиксировали. И дальше РБС вистое разделение, что он был обучен, он попытался использовать камеру, которая была на теле убитой собаки, на круге убитой собаки, для того, чтобы передать знак СОС израильским. То есть камера продолжала работать? Да, камера, он понимал, как ее использовать, он был обучен этому. Дело в том, что по трагической случайности вот эти посылы его были восприняты получающей стороной, то есть нашими командирами, как попытка заманить солдат в засаду. Потому что подобных попыток, самых изощренных, включали записи на Ирите из зданий заминированных, помогите спасить его, заложники туда заходили, взрывы раздавались и так далее. Кстати, вот между прочим, если вы помните, был такой случай, что несколько десантников упрямились вдруг в туннель, и потом не было понятно, почему они это сделали, потому что было в нарушении приказа, как сейчас одна из версий, что вот как раз оттуда раздавались подобные звуки. То есть это была ловушка. Я слышал, что даже деды записывали на монтинокон детские, детские крикены. Да, детские крикены, крикены, спасите, помогите, да, женские. То есть самые изощренные, циничные, преступные методы ведения войны, ну, степени цинизма и бесчеловечность и храматами, нужно тут никому ничего объяснять, особенно после 7 октября. Так вот, это посыл, этот посыл, который сделан был через камеру, вместо того, чтобы наоборот подать сигнал СОС, он насторожил. Далее эти три человека проследовали дом полуразрушенный, который находился примерно в расстоянии километра от того места, где был этот бой, и укрылись в полуразрушенном доме, пытаясь подать различными способами сигнал СОС израильским солдатам безуспешно. Потом они, увидев, что по направлению к этому зданию движется подразделение пехоты, они решили выйти им навстречу, приняв разумные и правильные меры предосторожности. Они разделились по пояс и из одной из маяк белых соорудили белый лак на шесте. И они вышли по направлению к нашим военнослужащим, которые открыли по ним отбор. После чего один из оставшихся в живых укрылся в здании, кричал оттуда на иврите. Командир дал приказ прекратить огонь. Когда он вышел, один из военнослужащих все-таки выстрелил. Сейчас это чудовищное событие. У меня, как у человека, который бывал в непростых ситуациях, боевых в том числе, у меня мурашки. Я до сих пор говорю, у меня не грубо говорить, без волнения. Но определенные всплывают подробности, которые дают возможность понять степень эмоционального напряжения, в котором находится наш военнослужащий. Во-первых, что это было за подразделение? Это ребята, которых туда послали в пекло с сержантских курсов. То есть, во-первых, они это очень молодые солдаты. Это ребята, которых по 19 лет. Что такое сержантский курс? Это когда военнослужащий себя проявил, там на самом минимальном уровне предлагают, хочешь продвинуться, посылают на курс младших командиров. Это сержантский курс. Это очень серьезная тактическая подготовка. Но это очень молодые ребята. Это фактически. Я не хочу использовать это слово, потому что, когда человек одел форму и дал присягу, он говорит, стоит быть ребенком. Но по сути это деньги, давайте называть. Но они неопытные. Неопытные, да. И совершенно верно, вот Гарри говорит, мало того, что они в поводу растут неопытные, они еще не прошедшие достаточно боевое слаживание. Одно дело, когда подразделение долго воюет вместе, и каждый знает, как двигается его товарищ. А тут ребята были вместе несколько недель, и началась война и бросилась. То есть полуполноценного боевого слаживания они не прошли. Выясняется, что за сутки до этого происшествия это подразделение, и эти самые военнослужащие оказались в ситуации, когда их выманивал террорист, который шел к ним якобы сдаваться с белым влагом, он с таким примерно на палке повешенная белая трябка. Как бы мирные жители его вышли встретить, и в этот момент из засады его подельник выстрелил из гранатомета по нашим войскам, по счастливой случайности, никто не пострадал. То есть это люди, которые за несколько часов были в такой ситуации. Вы понимаете, что сейчас мы тут сидя, так сказать, под кондиционером в уютном доме, мы не можем осознать, что у этих ребят было в голове. Теперь, как выясняется, ну и вопиющим является тот факт, что командир дал приказ, а прибавитель огонь, а один из военнослужащих все равно выстрел. Сейчас выясняется, что, скорее всего, он просто не расслышал из-за сложности пересечения. Говорят, что он был на другом этаже этого здания. В любом случае, это трагическая история, которая навсегда останется как страшное, и могу сказать, пятно, потому что пятно – это что-то позорное, но нет позора. Тут есть в цепи трагических случайностей… Friendly fire. В цепи трагических. Это когда солдат, которые в форме, в амуниции стреляют, а тут непонятно, что… И сейчас осуждать наших военнослужащих в чем-то, можно только после того, как будет проведено следствие. Военная прокуратура соберет базу фактов, ее обработает, комплектирует. Если кто-то виновен, я уверен, что они принесут доказание. Если кто-то не виновен, то мы не имеем права им осуждать, им подвергать дебюзи. Что нельзя сказать? Что нельзя сказать? Про другое происшествие. Когда несколько дней назад на трампиаде был убит блестяще действовавший гражданин, в прошлом полицейский, адвокат, который не тренировал своего личного оружия у пирористов и был застрелен непрофессиональным, неквалифицированным военным, который действовал вопреки приказу о открытии огня. И при том, я хочу подчеркнуть очень важное время. В боевых условиях, когда идет война, нет понятия приказа о открытии огня. Там огонь открывается, потому что идет война. А в ТУ, в столице нашего государства существуют правила открытия огня. Есть алгоритм, совершенно четкий. Он был абсолютно нарушен полностью. И это привело к жуткой трагедии, когда сознательный гражданин, обученный в прошлом полицейский, насколько я даже помню, был офицером полиции, который действовал безруковизненно. И когда он сдавался нашим солдатам, он встал на колени, отбросил оружие, бросил поширок, где у него были документы, снял верхнюю одежду, поднял руки, крикнул на игре несколько раз. И все равно получил не выстрел, получил обойму. Да, это абсолютно не выстрел. Ну, нервы в напряжении у всех, конечно, когда это отработано, когда ты это занимаешься профессионально, и каждый день, каждый вздох у тебя, каждый выстрел, все это на автомате. Даже в разговоре, у меня была недавно передача, где журналист, я ему одно, а у меня другое, и мы не понимаем, я понимаю, что он злится. И эта ситуация, почему? Потому что и сирена идет, и все напряжены, и дети, и у тебя в голове происходит разное. А что ты не можешь понять, что рядом с человеком у него в голове происходит. Я только хочу добавить одну вещь. Вот все диванные войска быстрого комментирования, заткнитесь. Вот сейчас заткнитесь. Не комментируйте, не говорите, что должны были эти солдаты сделать, как они должны были действовать. Я понимаю, что все, блин, лунокомандующие, у всех всю жизнь боевой опыт один. Эти ребята, которые застрелили своих же, это случается на войне, это случается со всеми. Ты можешь повернуться и увидеть тень, стрельняет свой. Много-много разных вариантов есть. Но потом эти люди, этих трех заложников вы не вернете, они убиты. Пусть они будут возле Бога. Но эти ребята, которые их убили, они остались живые. И они будут с этим жить всю жизнь. И если вы будете, не зная ситуации, не понимая ситуации, ты компальцем в этом, вы конченные уроды. И все, что можно с вами сказать. А эти ребята молодцы, им нужно будет реабилитация, им нужно будет, чтобы с ними кто-то постарше сидел и объяснил, что, может быть, тесик даже с ними будет, как вот это, как вызвать. Кстати, между прочим, одна из форм психотерапии, одна из форм использования животных. А то, что вы сейчас будете разбирать это, не понимая, не зная всех деталей, находясь за океаном где-то, но с умным лицом писать диссертацию про это, идите ко всем чертям. Вот что я хочу вам сказать. Заткнитесь, придурки. Ну, вы сказали А, скажем Б. Давайте собедусь. Покажем нашего собедущего. Как звать? А. А, девочка. Кстати, большинство боевых собак и полицейских собак, девочки. Кстати, между прочим, раз мы заговорили про служебных собак, я хочу сказать, что в Минрайле это поставлено на высшем уровне, на уровень высшего пилотажа. У нас отбирают собак по психологическим типам. И потом, когда квалифицируют этот тип, определяют бойца, подбирают по типу собаки. И вот недавно был случай, буквально я вот прерву, когда вынес на себе, вынес боец свою раненую собаку к военному амбулансу и сказал парамедику вези мою собаку лечить. Он сказал, нет, я не могу, моя машина переполнила раненными бойцами. Он сказал, это раненый боец. И ее отвезли, прооперировали, и она выздоровела и вернулась в строй. Это вот такая история. Собаки, конечно, выполняют огромную работу в туннельной войне, которую сейчас ведут наши бойцы в Газе. Там без собак, конечно, никуда. И, к сожалению, очень много экипий. И, к сожалению, очень много экипий. И, к сожалению, есть специальное кладбище собак, которые хоросят с военными почестями, бойцов, четвероногих бойцов, которые принесли в жертву свою жизнь для того, чтобы спасти людей. Я говорю на эту тему, что мы, евреи, с нашим собаком относимся с несопоставимым к уровням милосердия в отношении к тому, как Хамас относится к своим собственным мирным жителям. Поэтому мы собак жалеем больше, чем они в своих гражданстве. Господа, продолжаем тему. Вот я хотел поговорить о том, что сейчас творится на море. Уситы. Значит, очередной сегодня мы записываем эту программу. И сегодня ночью произошел инцидент. Открыт был... Ракета попала в военное... Простите, в гражданское судно. Последние новости, что вроде это вообще иранцы выпустили эту ракету. И получается, что расширяется радиус радиус боевых действий. То есть грузовое судно пострадало в 200 милях от Индии. То есть это уже вообще не Красное море, это Аравийское море. То есть мы начинаем как такую широкомасштабную войну. И вот когда мы говорили про эти самые две авианосные группы, которые здесь находятся, и про коалицию, которую сейчас создают Соединенные Штаты. Гарик, вам первый вопрос. Как вы считаете, что должны делать? Вот эта коалиция, которая будет патрулирована, и сопровождать военные гражданские корабли, правильное ли это решение? И не правильно было перейти вообще-то к нападению? Я могу вам сказать, что было. Давайте посмотрим, что было. Когда принимались какие-то решения. Алкайда сидела в Тараборе, в пещерах, много лет, пока на них не скинул один президент американский, только пришедший, зашедший в Белый дом, пятитонную бомбу. И Алкайда, да. Дом был ИГИЛ у нас, который мы постоянно смотрели, как они отрезают головы женщинам, жгут детей, топят гражданское население, все это публично, все это везде. Потом сказали открывать по ним огонь без предупреждения. И куда-то ИГИЛ пропал. Опять тот же президент. Потом у нас шли вагнеровцы на курдов. И позвонили, и спросили, это ваши? Он говорит, нас там нет. Он говорит, вас там нет, вас там не будет. И убили от 300 до 500, точно неизвестно, вагнеровцев на месте. И больше они туда не шли. И больше ИГИЛа не было. И больше и талибан сидел. И больше Алкайды не было. Пока не пришло новое власть, начинало это все спонсировать по новому. И пока куситам не будет удар, пока не расквасят им нос, пока их не уничтожат, и пока будут все время занимать только позицию обороны, то что им грозит? Они будут продолжать вас стрелять, кидать, сжечь. Их ничего не останавливает. Финансирование, слава богу, у них хорошее с такими ценами на нефть. Поэтому мы будем создавать коалицию, мы будем сделать круглые столы, мы будем это обсуждать, попытаться понять, зачем они это делают, для чего это они делают. Пока что все будут через Суэцкий канал прохода. Нет. Все будут обходить через Африку. Все это будет стоить сумасшедшие деньги. Будет стоить, в конце концов, в жизни. И мы будем все это обсуждать, пока не будет политической воли, пока не придут сильные лидеры в Европе, в Соединенных Штатах Америки, это будет продолжаться. В то же время они это все понимают. Они это понимают, у меня иногда такое впечатление, что они понимают лучше, чем наши лидеры. Они понимают, что у них еще есть вот этот год этим заниматься, а через год может все поменяться очень вот даже не хочет она слушать это безобразие, что творится в мире. А через год может все поменяться. Может не поменяться, но может поменяться. Но пока что у них есть год действовать спокойно, свободно. И это Россия тоже. Мы можем ждать год для Америки Израиля. Да, а что вы ждете? Григорий, а что вы ждете? Смотрите, давайте разберемся, что Израиль может сделать по факту. Допустим, это сейчас задача стоит на ИЗА. В действительности есть по меньшей мере еще одно государство нашего региона, которое страдает от этого несопоставимо больше Израиля. И самое интересное, что если это государство пострадает в необратимой форме, это будет наша проблема несопоставима с более серьезной, чем проблема например, с Хамасом или даже с Китбалом. Я говорю сейчас про Египет, у которого треть национального бюджета основана на судоходстве через судоходстве через И они сейчас... Мы-то... У нас экономика сильная, мы можем и через другие порты вести торговые, хотя это ударяет. Нет, но это уже сейчас начинает быть на нашем карманах. У нас из этого власть не ухнет, а в Египте может ухнуть. У нас, значит, есть две возможности воздействовать на Куситах, ну, силовым образом. Это авиация и флот. Но проблема в том, что перед нашим флотом ни разу за всю нашу историю не ставилась задача стратегическая, не ставилась задача действовать за пределами территории нашего государства. Не было таких примеров истории воин израиля. Ну, и израиля не было. Когда-то что-то начиналось. Да, все правильно. Я просто говорю сейчас по историческим фактам. Продолжение следует, потому что я военная история, как бы его... То есть наш военно-морской флот, кстати сказать, это единственный род Дойс, который всегда выполнял задачу, которая ему ставилась. Не было ни одного случая, что была поставлена боевая задача, и она не была выполнена. У УВС такие ситуации бывали. Например, во время военно-всутного дня, когда в силу того, что для нашей разведки, для нашей команды не оказалось совершенно ну, как бы неприятным сюрпризом наличие новых систем ПВО египетской и сирийской армии, то... Советских. Да, советских систем ПВО, которые были предоставлены. Вообще, сегодня многие забыли, но вот война на истощение, которая длилась с 67 по 71 год, военными экспертами некоторой школы называется иначе Советско-Израильская война. На территории 17-го острова погибло за 4 года более 200 советских офицеров. Просто на минуту, чтобы мы понимали масштабы потери, взаимодействия. И была она прекращена Египтом после того, как Израиль сперлый египтян радар в современные, по тем временам, советский. И после того, как авиагруппа советская была уничтожена израильскими летчиками, на этом так вот все закончилось. Семьдесят первый год к окончании этого веселого праздника. Перед нашими военно-воздушными силами неоднократно, неоднократно ставились задачи стратегического характера. И они выполнялись всегда с высокой степенью успешности. Давайте вспомним бомбардировку атомного реактора в Ираке в 81-м году. Давайте вспомним, как мы уничтожили строящийся атомный реактор в Сирии. Не так давно это произошло. И наши ВВС имеют возможность воздействовать на куситов. Правда, это находится на пределах наших возможностей по дальности. Это предельно, как бы, да, но это, в принципе, возможно. Но дело в том, что для этого нужно, во-первых, согласование на действия с нашими американскими друзьями, а во-вторых, а во-вторых, в этом вопросе да, в этом вопросе да, я согласен, в этом вопросе. А во-вторых, нужно, чтобы у нас было правительство, которое есть политическая воля. Хочу привести пример. Когда у нас были лидеры, которые могли отвечать нашим национальным интересам, то мы это делали без оглядки на наших американских друзей, безотносительно, сколько наши отношения с американцами были теплые, так сказать, я приведу один простой пример. Минах Мбегин, решение бомбардировки, было секретное совещание бомбить реактор Саддама Кусейна. Командующий ВВС сказал, я против, могут быть потери. Начальник Генштаба сказал, я против, могут быть потери. Министр Роборовна сказал, я против, могут быть потери. Минах Мбегин встал и сказал, я даю приказ завтра нанести удар, если будут какие-то проблемы с этим, я беру на себя всю ответственность за то, что произойдет, как говорят наведители то были рады. И хорошему и плохому операция прошла с беспрецедентным успехом. Правда, американский президент узнал об этом из газеты украины, после чего Израиль два года не получал американскую помощь. Кто был президент? Если не швать, был Рейгер президентом. Какой год? В 81-м году. Был беспрецедентный коллапс отношений между США и Израилем, однако прошло время как помощь издают их интересов. Отношения выправились, была там дальше Ливанская война и отношения нормализовались, однако у богданского местника не было атомной бомбы, когда он нападал потом на Кувейт и потом многие говорили хорошо, что Минах мгновенно взял на себя эту ответственность. Так вот у нас сейчас я не вижу таких лидеров, я не вижу ни одного такого лидера, который могут в Израиле принимать такого уровня и брать из-за такого уровня является. Ну а версии классики, во-первых, с чего-то надо начинать, послушайте, мы не можем высадить десант морской пехоты, но все-таки давай. Они могут, они могут, да, они могут высадить. Всегда лучше, как у нас говорят, просить прощения, чем разрешение. Да, совершенно верно, да. Вот теперь здесь есть такой нюанс, с чего-то надо начинать, но, во-первых, есть возможность, то есть любое место, откуда нанесен удар, тут же подавить огнем. Допустим, нанесли удар, стрел ракетой, это несложно сегодня понять, откуда это было. Да, это же неоргенши, они стреляют алистическими ракетами. Совершенно верно, значит, по этой точке наносится удар, а точка уничтожается. Теперь, с точки зрения, когда абордажные команды штрунгуют корабли, но для этого существуют давным-давно методики по льгоспорским пиратам, есть различные там, когда их выманивают, как бы, да, и принимаются контрмера, но тут Гарри, можно сказать об этом намного лучше, чем Язда, наверное, более компетентен в этих вопросах. Но существует, слушайте, если мы будем только разговаривать, и об этом ситуация не изменится, пока не начнутся активные боевые действия, неважно, израильские, американские, французские, английские, индийские, это уже сейчас проблема вообще не израильская. Израиль тут на очереди, может, десятая пострадавшая сторона. Сейчас, кстати, погибли индийских моряков? Знаете, это тоже морской флот, он не совсем такой, как мы его видим. У Украины нет вообще морских сил, но они топят русский флот на море. Включая погонные лорусы. Да, поэтому это такая вещь, рано или поздно израильтяну надо лучше все равно использовать. Все разные свои возможности, я думаю, что нужно, никогда израильтяне не были такими, которые не могли что-то придумать, такого, чего раньше не было. И когда в Сирии они использовали химическое оружие на своих же граждан, никакой задержки, никакой коалиции не нужно было, чтобы наш президент, назвать его имя, можно называть его имя? Там просто стоят во дворе и турбиневские барышни, они уже неоднократно падают в оборок. Когда я говорю это ненавистное нам имя травм, он сказал 60 томогавок. И 60 томогавок полетели и прилетели на российскую базу и разбили к чертовой мать. И сказали, еще хотите использовать оружие, которое запрещено международными конвенциями на своих гражданах, на чужих гражданах, на кого бы не попало. Здесь этих знает кто в каких-то тряпках. Наши стоят авианосные, ядерные, мощные армады, они стреляют по гражданским кораблям, взяли в заложники этот перешейк, который я тоже не могу выговорить. И мы создаем коалицию, круглые столы, давайте посоветуемся и вообще израильтяне заканчивайте все. это. Заканчивайте это. Своей точки зрения эта коалиция нафиг никому не нужна изъявить самую работу. Вы знаете, какая значит коалиция, это мощнейшая сила. Наш один, одна авианосная группа может смести с лица земли весь Йемен очень быстро. Но точно так же, как и вы, можете сравнять эту газу за полчаса с землей и сделать... Очень много пишут комментаторы, естественно, из России. Ваш хваленый ЦАО топчется на этом пятачке, который там меньше Мариуполя, топчется там уже там два месяца. Ну да, они с Мариуполем же все правильно сделали, сколько там людей погибло, но это неважно. А тут не дай бог есть дядя. Но зато Путин плачет, когда он думает о страданиях. И он хочет поставить госпиталь там. Он же гуманитарный человек, он хочет поставить госпиталь, как там в Алеппо он защищал людей, в Мариуполе он защищал людей, во многих местах мира он защищал людей. Мы с тобой понимаем, что когда ставится полевой госпиталь, ведь нужно определенное подразделение для охраны. Для охраны. Я думаю, что полк 100 десанток войск это для начала он хочет. Ну и потом они же хотят, я сразу, вот хотите, я вот сейчас израильтянам дам совет. Только им, только израильтянам. Значит, он хочет поставить этот госпиталь на каком-то спортивном поле, там, где спортивный комплекс, стадион. Спасибо. Там национальный, видимо, спорт, жителей Газа копания. Бомбите там. Вот сейчас сразу начинаете бомбить там. Там туннели. 100%. Выдерну из себя все волосы, если там нет туннелей. Моментально. Это сразу. Он сдал позицию вам очень хорошую. Поэтому там и госпиталь они хотят ставить. И уже Андрей Николаевич Ларионов прекрасно сделал анализ этому. Это напечатано. Это, по-моему, даже в нескольких программах он рассказывал. Зачем и как это делается? Это было проделано и в Абхазии, это было проделано с грузинами, с Грузией, это было проделано много раз. И сейчас в Украине, в Крыму, в Донецке они проделали тот же финт. Это одно и то же. Ничего нового не придумали. Но это сработало в Грузии, в Украине, с Крымом. Теперь это сработает и они посчитали, что это сработает и в Газе. Но вообще в последнее время, если говорить о роли России на Ближнем Востоке, в последнее время немножко приутихла вот такая антиизраильская, антисемитская риторика на российских федеральных каналах и, в общем-то, руководство так потихонечку прорывается они это перенесли на украинские каналы. Да, но как бы все равно ощущается немножечко вот эта риторика снизилась и возникает ощущение, что Россия все-таки хочет удержать отношения с Израилем, потому что отношения просто падали-падали в пропасть. Для чего все-таки Россия должна израильность? Я думаю, что вы давно не смотрели российские каналы. Практически. Я раз в неделю беру бутылку Рома, я очень пью Рома, ну, или если нет, я Рома Бизни. Вы пират. Да, я, значит, и сажусь, но просто без алкоголя это невозможно. И включаю... Он не пират, он мазохист. Нет, я очень пью Рома. Да, так вот. И включаю канал российский, где Соловьев, значит, там это, и вот сликрую минимум час, потому что я вот отслеживаю градус вообще вот... Защатый только... Ну да, просто я дальше не могу без подогрева, так сказать. Вот. И я, так сказать, ничего там не утихло, оголтела израильская семитская риторика формата и стиля начала 70-х, середины 70-х годов, как вот Галич писал в своей знаменитой песне сферической «Израильская военщина, известная всему свету как мать говорила, он как женщина требует к ответу». Так вот, я вам хочу сказать, что я уже давно не нахожусь на государственной службе, но как журналист-одиночка я, никто мне не запрещал вести чашное расследование, я имею информацию, что российские службы очень активно работают в Юрии и Самарии, главным образом с арабским населением, которое является носителем русского языка, те арабы, которые учились в свое время в СССР в последствии в России знают русский язык, там активно работает агентура, которая имеет прикрытие, якобы работающие в различные гуманитарные и культурные организации, они чувствуют себя в ромале как дома, занимаются вербовкой, занимаются сбором агентурных данных, и делают это не просто так, потому что есть конкретные оперативные цели, в случае дестабилизации нет ничего, что лучше бы использовала российская разведка, чем очаги дестабилизации в мире, в случае дестабилизации в Евгении Самарии, жестко войти туда как некая политическая сила, которая будет ловить рыбку в мутной воде и таскать каштаны из земля чужими руками, поэтому меня удивляет, что наши израильские силовики и политики недостаточно пристально наблюдают за этим процессом, на мой взгляд, и мне кажется, это заслуживает намного более профессионального подхода системного наших спецслужб как вызов на клуб рост. Там же есть, извините, я добавлю, от себя, существует организация бывших студентов, как она называется, к сожалению, я не помню, но это предоставление соотечественников, и они периодически, значит, они, во-первых, имеют тесный контакт с российским посольством, они, ну, по крайней мере, вот до последнего времени, в культурном атташе, это есть культурный центр, и они ездят в Россию, значит, у них там делегации на разные культурные мероприятия, и так далее, то есть, такая организация существует, они работают давно. Альга, как я сказал, как только они приземлились в Советском Союзе на учебу, с ними в первый же день начали работать, я думаю, может быть, даже отбирали еще до этого, и как только они пошли в Березку и купили пачку Мальбора и чулки для своей белокурой девушки, они сотрудники. Я могу сказать, что если мы проанализируем пророссийские демонстрации, которые начались, когда Россия отбросил в Украину прежде всего в городе Хайпа, не случайно это было именно в Хайпе, если проанализировать персонально, кто участвовал в этих демонстрациях, они были очень немногочисленные, но за причением нескольких уже очень возрастных пенсионного возраста людей, которые возрастные изменения понимают, я просто как медик могу сказать, как это демонстрируется. Если мы более молодую, более молодой сегмент участвуют в рассмотре, там в принципе все они собрали в той или иной степени, так или иначе. Ну а меня здесь нет, я не знаю, но демонстрации проукраинские же здесь тоже были. Да, проукраинские демонстрации, они были очень многочисленные. Те демонстрации были, там несколько десятков человек, там вот просто пересчитать. Мне удивительно, что с ними не работают наши специалисты, но уже люди продают на дарплате. Никогда не знаешь, может быть они там ходят, машут российским флагом, а наши службы с ними работают, наоборот, говорят, пойди докажи, что ты с ними. Они хитрецы, там разные у них трюки есть. но в своей массе, в своем во всем. И я не знаю, как они почитывают, я не историк, не статистик, но, насколько я понимаю, посол Израиля в Украине сказал, что Украина, ну, статистически они взяли опрос людей, каким-то образом, что это самая не антисемитская страна, где антисемитских вот таких порывов нет, что очень большое количество людей там против этого. Как вы против, если вы смотрите, даже в украинских СМИ льется такой поток, ваш любимый, как стоит, полковник Светана, ваш тоже, кстати, да? Да, мы являемся давними и последовательными поклонниками так называемого полковника Светана, но, опять же, я поэтому и выбрал его, во-первых, потому что он себя называет полковником, вот для меня это раздражает больше всего лично, это лично для меня, но дело в всем, что это не про Светана, вот сколько я не докажу, сколько я не пытаюсь, смотрите мы эту программу еще раз и еще раз, как я говорю, Светан никто и зовут его никак, это расходник, потом его забудут, когда сейчас поменяется, там все, или после войны его никто помнить не будет, явно его, явно его, да, из любого у тебя, явно, я говорю, что мы на Западе воспринимаем это, что украинцы как раз антисемиты, почему? Потому что его показывают, продолжают показывать по всем каналам, зачем? Вот Юлия Латынина, она его раскрутила, но как только он показал свой антисемитизм, она его сразу скинула, потому что на Западе с таким человеком уже все, а в Украине продолжают его продвигать, и люди же смотрят, на Западе люди смотрят, да, он никто, и на одного этого человека не надо обращать внимание, но лайки, тысячи лайков, сотни тысяч просмотров, кто его смотрит, Удмурты, или кто, африканцы, его смотрят, нет, его смотрят украинцы, это те, которые поддерживают этой идеологией, поэтому люди, которые хотят помочь Украине, они видят совершенно другую Украину через эту призму, они не находятся в Украине, они находятся на Западе, и вот у нас даже сейчас здесь присутствуют люди, которые сказали, я больше, я не хочу, давал почти миллион долларов, больше, мне не надо это, это, потому что это антисемиты, нет, это не антисемиты, но таким образом у меня схватывается впечатление, что украинские СМИ таким образом как раз работают на русский, внедряя это, внедряя вот такую дезинформацию про украинский народ, который сегодня воюет, нигде на украинских каналах не показали десяток, с десяток выступлений украинских воинов, снаряжений стоящих, говорящих, что мы с Израилем, а мы с Израилем, это украинские, это украинские, израильские плаги, это ты не увидишь, ты увидишь опять вот этих светанов, но еще раз говорю, это не про светана, это про тех, кто его раскручивает, и те, кто ему ставит лайки, и те, кто рассылает это все, распространяет эту заразу, то есть пытаются внести раскол не только в украинское общество, а еще, чтобы между другими странами и другими обществами был раскол, отказались от Украины, и я могу привести много примеров этого, Знаете, Гарри, что я внимательно посмотрел твой репортаж, я считаю, что он очень квалифицированно сделан, я большую удовольствие его посмотрел, у меня нету, у меня нету, значит, не было такого запаса нервов, вложить столько вот в такой труд, я честно скажу, я реагировал очень быстро, очень импульсивно, очень эмоционально на вашем канале, я был первый, по-моему, единственный израильский офицер, который моментально как бы в режиме онлайн отреагировал на эту антисемитскую, мерзкую выпадку по поводу таксистов, что дрались с таксистом на сдачу, и все это, это... самых вот таких матерых антисемитских выходов, я хочу сказать, тут некий момент еще, мне кажется, он важен, Светан постоянно педалирует тему, что якобы Украина не получает какие-то виды вооружения из-за Израиля, и якобы Израиль там должен был, не должен был давать какие-то системы блоков. Если это действительно военный летчик, он не может не знать, не понимать, что, допустим, система железных купол, она не может быть применима в Украине в условии той войны, в которой она сейчас ведется. Из-за территории, которая там подбирает характера угроз, дороговизна этой системы. Я вам не говорю о том, что эта система не израильская, а американская израильская. Да, они не могут быть. Американская израильская. То есть, если бы Израиль сегодня хотел отдать все свои системы железных купол, это должно проглазовываться с Соединенными Штатами. Я Штаты не разрешаю. Вот. И я вам не говорю о такой маленькой пикантной подробности, конечно, которая не имеет никакого отношения к этому, что нам самим не хватает этих систем. Они скрывают территорию Израиля на 8-85% примерно. А мы сейчас находимся в ситуации, что мы ведем войну на данный фронт, у нас вся территория Израиля находится под угрозами этих обстрелов. Но это, конечно, маленький дюанс, который не интересует полковника Светана. Но смотрите, что интересно. Отношения между еврейским и украинским народом на протяжении столетий были очень сложно и непростые. но совершенно ложная, неправильная, порочная практика основывать реалии политические сегодняшние на основании того, что было когда-то. Надо смотреть в будущее, а не то, что когда-то... Когда ты смотришь в прошлое, основываешь свои действия на том, что было когда-то, ты идешь и прокладываешь в чужие полуострова. А надо смотреть в будущее. И я считаю, что сейчас между нашими странами, между нашими цивилизациями, между нашими народами открылось окно возможностей беспрецедентного уровня сотрудничества, которое поменяет вообще геополитический потенциал наших государств. И сейчас на гражданском обществе Израиля и Украины лежит ответственность между наших политиками сформировать совершенно другую систему модели отношений. И эти святаны и подобные вот провокаторы, провокаторы, они подрывают этот общественный консенсус. И вместо того, чтобы наши народы объединялись... А кому прежде всего не выгодно, чтобы наши народы, наши государства объединялись? Нашему гримлянскому мечтателю. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня в нашей программе два капитана. Был капитан первого ранга ВМФ Соединенных Штатов Америка в прошлом, командующий антитеррористическим взаимодействием НАТО. Не в прошлом. Не в прошлом. Он всегда остается. Всегда остается капитаном. Да. Военный атташе посольства Соединенных Штатов, военный атташе НАТО в Москве, Гарри Юритов, наш гость на Святой Земле. Еще раз мы рады приветствовать. И капитан израильской армии, Григорий Тамар, журналист, военный историк, писатель. Все перечислят. Господа, спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что мы встречаемся не последний раз. Программа наша подходит к концу. Велого Александра Рустовича. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова